В твоей речи он ссылается на свое подневольное положение солдата и необходимость исполнять приказы высшего командования. Однако приказ командования, даже если он отдан солдату, не может и не должен слепо выполняться, если он требует совершения таких жестоких и масштабных преступлений без какой бы то ни было военной необходимости. Заключение. Трибунал объявляет подсудимого Кейтеля виновным по четырем основным пунктам обвинения. Аргументы Геринга и покаянные речи Кейтеля не произвели впечатления на судей. Они были приговорены к смертной казни через повешение, как еще 10 других обвиняемых. Еще семеро получили наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 лет до пожизненного, а трое были оправданы. Наказание для обвиняемых было предметом жарких споров в суде. Перепуганный Кейтель безуспешно требует заменить повешение расстрелом. Геринг кончает с собой в камере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова